всем доброе утро я тут иду как красная шапочка с лукошком цветок который я купила он вот так должен цвести называется рододендрон не знаю надо тоже про него почитать я ничего не знаю о нем то может быть тоже капризом какой-нибудь а я тут еще купим раз капризный если будет так вот смотрите какой вроде прикольный если еще розовый я же помешана на розовом цвете поэтому будет цвести если розовым вообще зашибись на улице так хорошо тепло шарфик отдела чтобы но вы знаете все одно и то же сейчас на работу поэтому него все же стоит бабулька ждет она по пятницам всегда первые за 15 минут приходит не знаю нравится ей наверное так тут тоже одна клиентка живет не одна вернее а целая семья не самый богатый в этом в деревне но на горе деревне уже это не деревне разрослась целый город они по субботу уходят так что все распределено кстати я сегодня девушка в красном я так прекрасно даже колготки красные все идем домой кушать а потом опять вернемся очки я как всегда не взяла вот зачем она целая площадь людей потом вернусь народу сколько видимо экскурсии какие-то но я туда не пойду чарли вам упороки покушаю сейчас котлетки с салатиком все то же самое муж вчера не обедал дома он такой сверху ела я говорю чё и ты будешь завтра есть он как нет не очень есть не знаю почему не нравится он говорит вот если бы они были всем волосах чарлина чем-нибудь начиненные говорю они начиненные чем я горлуком ой ну лук же в них есть значит начиненный в общем обманываю как хочу ладно машины ездить мы поехали чарли бы не ки бен бене вот оно какое наше море приехал на работу надо уже режим менять 4 слишком рано уже открываться у нас 20 31 числа меняют новая ки бене кочать али время меняют на час но что-то мне кажется уже пора потому что с 4 смотрите еще совсем рано смотрите какой море люди даже на пляже там загорают сидят но сейчас после работы зайду на пляжик а еще я на работе забыла телефон а без телефона вы знаете так привыкаешь что блин как без рук так и хочется залезть в что-то даже скучно без него вообще зависимые какие-то стали телефонозависимые а вот идут ему блин а вдруг никто позвонил а вдруг то мне по ватсапу просто вот и первое что сейчас делаю это посмотреть кто мне там написал жарко прям машине еще ехала нагрелась тишина конечно у всех сиеста все спят после обеда но куда ты побежала на пляже абсолютная тишина даже если наверное крикнуть эхо можно услышать так классно намного теплее чем даже в городе я не знаю почему вроде будет такой знаете дует небольшой ветерок но совершенно не не беспокоит не не холодный такой вообще суперская погода не менялась бы она прям весна самое настоящее даже можно было бы снять колготки с свитером и можно было бы позагорать если бы я не работала и не болела бы 23 3 дня назад а так все равно страшно у меня сегодня клиентка одна была говорит ой а я мы там три недели назад где-то были ну на недалеко отсюда ягод сидел сидела на пляже думаю пойду искупаюсь их так вода же небось ледяная ну нет холодная такая но не ледяная я говорю ну да конечно она правда не ледяная я не знаю она англичанка не англичанка а американка англоязычная дам и я не знаю я говорю она сходит мнение что нам холода по барабану она говорит ну нет то есть я говорит смотрю вот на тех вот и туристов которые сюда приезжают допусти зиму они говорят идут в шортах я горит не понимаю как они могут ходить в шортах так холодно они в шортах ходят я говорю ну не знаю может быть потому что там они в англии видят снег и холод и вот это вот вечно дождливую погоду приезжая сюда на неделю может быть хотят солнышко немножко урвать фиг его знает я мерзлячка поэтому мне если холодно холодно не важно где я нахожусь в испании в россии в таиланде в котором я никогда не была и мне что-то знаете сильно не тянет вообще не тянет в далекие страны не тянет не тянет не тянет то что если бы я куда бы захотела поехать так это северные страны скандинавию туда вот куда-нибудь знаете где леса где водопады вот туда а вот чтобы посмотреть на другое море искупаться в другом океане ничего-то особо не хочется вот они видите все загорают там сидят им хорошо зачем мне ехать отсюда какое-то другое другую страну тратить деньги время на перелеты и видеть ту же самую воду ну конечно там тоже другие не знаю но можно в не только пляже посмотреть не знаю мне кажется там в таиланде в том же как-то грязно что ли как-то не знаю неуютно не страшно хочу не знаю мерзлячка трусиха ой или не хочу выходить из зоны комфорта знаете привыкла и не хочу ничего менять может быть все может быть в общем сейчас мы здесь погуляем и поеду валькам по куплю себе фруктов а еще знаете что куда не залезу везде едят и креветки залезу в youtube смотреть там едят креветки в инстаграме креветки и меня так это все раздразнило что хочу креветки пойду сейчас куплю себе креветку налуплюсь такой меня будет ужин креветочный прям все вот правда я не знаю день такой что ли куда не смотрю везде креветки едят все сейчас поеду фруктов куплю и креветки и буду как семечки их щелкать смотрите здесь много всяких штучек валькам по 2 евро интересненьких например вот эта ванна куда ты у меня у тележки своя жизнь это вот чё подсвечник такие штуки всякие а это ванную для мыла мне нужно но не такого типа детского ого как и свеча горела 2 евро всего представляете не пахнет на стали свеча горела носки по 2 евро по 2 евро и по 5 интересно так полазить можно всякую фигнюшку найти труселя евро 50 носки вот по 2 евро 70 процентов катон то есть это альгодон но альгодон вы поняли да хлопок ночнушки а чё ночнушки тоже что-ли по 2 рубля я вот в таких сплю майках мне нравится мальчики спать сколько же не стоит 3 евро представляете 3 евро майка на это вообще пипец дешево как носочки у ленте хорошие они тут цветы с липучкой такие по еврику тоже выходят три штуки интересно о лифаны какие-то уж по 3 евро представляете ли фами таких вышли и вот без косточек тоже неплохие хэбэшный ой не падать хочу по 350 то вообще зашибись кто не понимает там тоже пузо что у нас тут тут у нас канцелярские принадлежности игрушки нам все не надо ты какая-то поливалка для машины у нас всякие крючки вот такие штучки для чтобы не парни корябать пол не такие тоже везде прилеплены все по 2 евро наверное скотч тут разные рамки ой графин вот мне кстати графина для воды нету пластиковые наверное ну и что слушайте ну прям хоть возьми графинчик да сейчас на лето для воды самое но но не охота мне тащить я же не за этим сюда приехал вот разные смазать пижаму 5 евро смотрите какие симпатичные с шортиками что у нас что-то нами для машины водики всякие для ребятишек маленьких там вот софа ну вот все посмотрели теперь пойду за креветками за фруктами что тут лампочки какие-то там одежда не не оксан туда нельзя оксана туда нельзя не надо тебе в одежду тебе надо фрукты и цветочки моя слабость цветочки теперь смотрите какие красивые цветочки вот такие классные бонзай вообще обожаю вот эти бонзай блин они дорогущие 65 евро вот этот уже меня подохнет блин лишь такой мастер еще мне вот такие вот красными нравится тоже на 11 12 евро но он ну как у меня дома женское счастье было бы милый рядом ну а больше ничего не надо это наверное фруктовые деревья да цитрусовые лимоны наверное женское счастье был бы милый рядом пальмочки разные почему тут большая пальма дорогая ты почем так пальму что-то нет цены бесценные без цены пальма и кис и кис или цены не стоит догадайся сама что ли ты тоже интересно где цены смотрите какая красивая у меня такая была блин подохла гада не ну где цены нет цены бесценные бесценные гвоздика евро 75 такой гвоздичка мне вот такие тоже нравится интересно вот евро 75 лохмат помните розы самая настоящая роза скоро еще и зацветет шикардос ладно все иду по назначению смотрите какие маленькие креветочки из вот таких вот комарон называется делаю такие оладушки очень очень вкусные турчит из этого марод называется в тесто вот валад как для оладушек кладут вот эти вот маленькие эти какие они маленькие маленькие креветочки и еще вкусно это сменажек уже готовый к креветки красные креветочки этого мидии я их очень люблю но я их не люблю чистить и не даже не то что не люблю я их боюсь чистить поэтому мужу пока дождешься когда он почистит он приходит поздно ночью я уже их не ем поэтому не покупаю так бы я их брала и каждый день бы ела но они видите мне все время кажется что вот здесь кто-то живет и вылезет вот кстати вот эти вот они это бакалау это из трески из трески вот готовы уже пожалуйста мидии ну как-то готовы зачем есть есть кстати я взяла там уже себе бананы клубнику 2 авокадо груши и креветочки сейчас так нажру вот тут всякая рыба здесь еще одна рыба 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 кругом рыба а это вот уже готовы смотрите осьминожечки это сорти разная с сальмоном сыром это тунец сыром это вот осьминог наверное с ахуй перхиль чеснок господи трава то господи это мы поняли это килька килька сначала она замоченная в уксусе потом она залитом оливковым маслом тоже ахуй перхиль ну этот как его называют ну блин перхиль петрушка и чеснок вспомнила это вот килька такая высушенная тоже она готовится обжаривается с чесноком и подается еще с жареным яйцом тоже вкусно тип типика испаниш вот красные консервы кто говорил что икры красный нету в испании пожалуйста сальмон трески труча нет это форель форель 4 евро 50 грамм 50 грамм сальмон лососевая то есть есть всякая икра как вы хотите так что не знаю просто надо искать ну хотя я чуть тут искать она вот стоит смотрите сколько вот трески нормальная икра я кстати брала нормальная 7 евро с нами даже 100 грамм а вот а нет это икра трески икра трески в общем чё хотите то есть сколько вкусняшек вот это я уже много раз говорила вот это очень вкусная как она называется господи ковая ну вы поняли что это за рыба очень вкусная вообще обалденно даже вкуснее чем наша селедка так что видите разные разные треска лосось с сыром есть на любой вкус на любой вкус я пойду еще не аксон тебе суда не надо аксон тебе суда не иди отсюда иди отсюда иди отсюда ладно ладно ухожу чарли уже спит он устал и вот уже умылась красоту смыла теперь опять я некрасивую хотя красота она ее ничем не испортишь и ничем ее не украсишь естественная красота ладно все это хорошо завтра уже суббота приятных вам выходных а у меня завтра самый рабочий день суббота ну ничего зато после будет воскресенье когда я каждый раз говорю что я отосплюсь потом встают раньше на полчаса чем обычно не знаю почему так и просто тупо ли вы лежу наверное минут 15 в кровати а потом уже встаю перебираясь но это будет воскресенье вот а пока завтра рабочий день а с вами буду прощаться до завтра всего вам самого наилучшего всем пока пока наилучшего